Добрый день! Сегодня инбоксинг. Кубик 3х3 от компании Yuxin Kaolin V2 Magnetic. Магнитная версия старой модели от Yuxin, которая просто называлась Kaolin. В то время это был вполне актуальный куб, недорогой и вполне нормально вращающийся. Мне нравился. В какое-то время тысячу я на нем собирал. Вполне с хорошими впечатлениями. И вот выпустили с таким же названием версию 2 в дешевой упаковочке пластиковой. Как любит Кубик Кластрум делать. Такая совсем экономная инструкция. Внутри берегите лес. Называется. И сам кубик. Размер 56 мм. Главной особенностью является то, что он не является как бы исполнением колор. Как вот Yuxin Kaolin Long. Но и также не имеет стикеров. Вот эти вот элементы это пластинки. Пластиковые вставки. И то есть для любителей черного пластика, но также для тех, кто не любит менять стикеры, это вполне подойдет интересное решение. Цветовая схема такая достаточно темная. То есть если сравнить со стандартный какой-то... Оранжевый какой-то совершенно другой. Желтый потемнее. Красный примерно такой же. Синий тоже. Отличается оранжевый. Зеленый слегка потемнее. И желтый потемнее. Вот такая вот немножко непривычная расцветка. Чем-то напоминает старые Даяны. Что-то подобное было. То есть фишка столная кубика в этих пластинках. И он магнитный. То есть в нем есть магниты, которые позволяют ему вращаться вполне приятно. Из коробки кубик сильно затянут. Как обычно я стараюсь сначала покрутить на заводской настройке определенное количество сборок. На самом деле это уже третья попытка записать видео про этот кубик. Предыдущие две как-то сорвались. И в итоге я уже сборок 500 на нем открутил. И могу составить какое-то свое мнение. Какие-то впечатления уже есть. Изначально я на нем, когда сборок 300 открутил, у меня сотка была, ну, чуть хуже, чем на GTS 3. Чуть хуже. Но все мне казалось, что он как-то туговат. Да, то есть. Настройка. Греешь, тугово, но хорошо. Но я его где-то после 400 сборок все-таки расслабил. И, знаете, мало что поменялось. То есть это у него стиль вращения такой. Более контролируемый, скажем так. То есть, несмотря на то, что внешне туговат он вращался, он позволял развивать те скоростные характеристики, которые есть и на других кубах. То есть сотка была чуть хуже, чем на GTS 3. На моем основном кубе. Правда, потом я открутил 1000 сборок на MGC и на Dayane, сделал сотки лучше, но это было уже потом. Этот кубик у меня уже недели три. Да. Как-то так. И недели через две только я это видео выпущу. Так что не удивляйтесь, что не своевременно. Кубик уже достаточно давно вышел, поэтому я с этим-то и не торопился. Если вращать, все хорошо. Есть резкий угол, который сейчас уже мало кому интересно. Флипнуть уголок невозможно. В такой настройке, то есть это заводская и чуть ослабленная. Крутится не особо громко. Приятно. И как-то так универсально. Я не скажу, что это какой-то ультра-быстрый куб. Нет. Это неплохой куб за небольшие деньги и магнитный. То есть если вы любитель кубиков из черного пластика и хотите магнитный куб, недорогой, износостойкий, то есть как бы он и черный пластик и стикеры не обдерутся. Их даже тут подцепить ничем нельзя. Эти пластинки, чтобы задрать. Такой износоустойчивый кубик. Современный логотип Юксина. Ну вот, отличный кандидат. Я тут достал Хуан Лонг. Хуан Лонг уступает. Да, уступает он медленнее. Все-таки ближе к бюджетной категории. Если сравнивать со всеми дешевыми кубиками Шэнг Шоу Джем, то Джем вращается, скажем так, увесистей. Как бы громкий. Как бы тяжелый. Вместе с тем Джем мне нравится, так что плохо вам говорить не буду. Это такой не тяжелый, легкий, приятно вращающийся и не громкий. Не так давно вышла еще, ну, по крайней мере, у меня появилась вот эта трешка, которая вроде как фанксина, а вроде как и нет. Какая-то поделка, громкая погремушка. Ну, вроде тоже неплохая. Ну, пластик вроде как должен быть сильно дешевый. Потому и стоит так дешево. Не знаю, юксин поприятнее. То есть это как бы достаточно благородное и недорогое изделие. Такое для любителей классики. Черный пластик с цветными детальками. Не могу рекомендовать срочно покупать его всем. Нет, это для любителей. Для новичков вполне пойдет. То есть новичкам как раз и не нужно вот такие сильно расхлябанные кубы. С ними неудобно. Вот такой приятный, комфортный. Не очень громкий. Вполне подойдет. Да, на нем можно собирать вполне быстро. Быстро, конечно, не особо про меня. Но это можно. Таких-то локапов вообще не возникает. Он медленнее, чем тот же Dayan 8. Ну, вполне комфортная, скажем так, головоломка. Для любителей и ценителей черного пластика. Как-то вот так. Вот такой вот интересный кубик от компании Юксин. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok